Регулярные подписчики моего канала знают, что я очень много времени уделяю приметам, различным снам и прочее, прочее, прочее. То есть какой-то древней мудрости. Не могу объяснить, откуда у меня такая вот любовь к древней мудрости, к древним знаниям, к каким-то таким особым снам. А об этом я также постоянно говорю, что вот сны, 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 ориентируйтесь по снам. Они вам подсказывают, еще древние, кстати, говорили, что неразгаданный сон подобен непрочтенному письму, которое к вам пришло. Очень интересно. И вот в связи с этим мне пришло от одного человека вот такое сообщение, и я его вам прочитаю. Я думаю, что вот то, что сейчас происходит в мире, мы видим одно там, как бы сказать, мы видим поверхность этого явления, которое там нравится, не нравится, но на самом-то деле, а что происходит там, в глубине, в глубине происходит? Как к этому времени относились наши предки? Вы чувствуете, что время изменилось, оно словно остановилось, но при этом течет очень быстро, не успевая считать дни. Это скручивание времени. Так это назвал Академик Капица. Или сжатие времени упаковано в сжатый файл. Мы оказались в самом странном периоде в межвремени. Вот так называется промежуток, когда прошлое безвозвратно ушло, а будущее неизвестно. Невозможно представить себе грядущее. Оно слишком не похоже на то, что было раньше. В межвремени бывает очень редко. Это обрыв, провал в течение времени. Белая страница в книге, на которой ничего не написано. Это затишье посреди бури. Плотина на бур на реке, где скапливается вода. И в межвремени все меняется, но мы это не видим, только чувствуем. В этот промежуток надо забыть житейские правила недавнего прошлого, привычные модели поведения, которыми мы пользовались раньше. Древние законы работают. Старинные обычаи, знаки судьбы, запреты и символы, которым сотни тысячи лет они остаются и помогают выжить, пережить межвремени. А те способы жизни, к которым мы привыкли, они уходят, остаются глобально и древние. И старинные приметы, обычаи, запреты снова станут важными. Древняя мудрость спасает. Межвремени знаки приходят через сны и предчувствия. Необычайно обостряются способности видеть и понимать без слов. Указания можно получать через сны и знаки. Они будут яркими и впечатляющими. Как жить и что делать подскажут сны. И мудрые люди, знающие древние законы, они тоже будут полезны. Отношения с другими людьми в этот странный период будут меняться неожиданно. Под маской друга увидишь врага и завистника. Лишние люди уйдут из вашей жизни, даже если казались нужными в обычные времена. Но тот, кто проявит себя светлым и нужным, останется с вами навсегда. Я думаю, что канал останется с вами навсегда. И новые люди, которые придут в вашу жизнь, вплетутся в ткань судьбы. Они появятся не случайно. Это знаковые встречи, важные для вашей судьбы люди. В межвремени за что ни схватишься, обо что ни попытаешься опереться, все рассыпается и исчезает. Многое оказывается иллюзорным, как мираж в пустыне. И опору надо искать только в себе. И в древних знаниях, в философии, о которой много толкую. В истории, об этом тоже ты рассказывал. В старинных книгах я постоянно снимем. В старинных книгах о жизни и о любви. Это островки стабильности во времена великой перезагрузки. Перезагрузка мирового компьютера. Космического компьютера. Вот что сейчас происходит. Межвремени может кончиться провалом и бедствием. А может переходом на новый уровень. Обновлением программы жизни. Поэтому надо соблюдать чрезвычайную осторожность. Проявлять внимание и читать знаки судьбы. Мы словно едем на машине через плотный туман. Остановиться нельзя. И давить на газ очень опасно. Межвремени длится год. Вот перезагрузка идет примерно столько. И все население Земли оказалось в этом странном и опасном периоде. А потом начнутся перемены. Вернее они станут явными, когда рассеется туман и заработает компьютер. Понравятся ли вам эти перемены? Сначала вряд ли. Но придется учиться жить в новых условиях и обстоятельствах. Привыкать к новой версии. Привыкать к новой реальности. Кто правильно переживет межвремени, кто сохранит себя, тот научится новому. Кто перейдет по шаткому мостику на другой берег через реку времени, тот будет жить в новом мире и сможет в нем нормально жить. Кстати, мне неоднократно снился сон, когда я бегу именно по мостику. Вот, 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 вот. Раза два, три снилось, а может больше. Но во сне я не добежал. Поэтому будьте бдительны и внимательны к знакам и к словам тех, кто знает древнюю мудрость. И двигайтесь медленно. Это только кажется, что медленно двигаемся. Время скручено в тугую спираль. И файл откроется через год. Даже уже меньше. Год межвремени – это сто лет обычной жизни. Это смена эпох. И вам довелось попасть в этот странный период. Именно от нас, попавших в ловушку времени, зависит, выживет ли наша цивилизация или уйдет, как Атлантида. Сохраняйте себя, сохраняйте близких и сохраняйте главные правила добра и зла. Они вечны. А вечно спасают во времена, когда время остановилось и сжалось. Или наяву, или во сне. Скорее, где-то между ними. Я вижу птицу на плече. И слышу шепот ее мне. Жди изменения в судьбе. Твои слова, дела и мысли. Пределы, что отведены. Мы, уже наполненные созрели, оформились в прекрасный плод. И вас награда, сударь, ждет. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!